Как показывает статистика, активность телефонных мошенников остается высокой. В большинстве случаев злоумышленники представляются сотрудниками банков. Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, получения кредита на выгодных условиях, мошенники узнавали данные банковской карты собеседника, а также сколько денег находится на счету. Финальным аккордом, после которого деньги потерпевших уходили преступникам, становилось СМС-сообщение с кодом подтверждения операции. Жертвы мошенничества добровольно передавали эти данные неизвестному собеседнику. Продолжаются мошенничества, связанные с размещением объявлений на специализированных сайтах. Потерпевшие либо оплачивают покупки без гарантии их получения, либо в ходе разговора предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским счетам. Я на Авито продаю свои личные вещи. Недавно был звонок с Авито от неизвестного лица по продаже моей личной вещи. Но так как я диктовала свой телефон, который прикреплен у меня к банку, у них якобы ничего не получается. Они настаивают, чтобы люди шли к банкомату и делали те операции, которые они говорят. Когда потерпевшая сообщила злоумышленникам код, они пытались списать с ее карты деньги и оформить кредит. Благо, что мне банк не одобрил эту кредитную карту, что мне и спасло. Еще один способ мошенничества распространен на специализированных сайтах перевозки пассажиров. Злоумышленники отправляют смс-сообщения, в которых указано, что жертве необходимо заплатить определенную сумму, чтобы застраховать выбранную поездку. Я зашла на сайт приложения «Глоблакара» и нашла себе поездку на 10 утра. После подтверждения поездки мне поступило сообщение о том, что необходимо списать 10 рублей за страхование поездки. Перейдя по ссылке, у меня списалось 3 700 рублей в связи с мошенническими действиями. Если вы столкнулись с мошенниками, следует незамедлительно сообщить в полицию по телефону 02 с мобильного номера любого оператора 102. Валентина Матвеевская при содействии пресс-службы ОМВД России по Брянской области. Продолжение следует...